Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках и снова мы разбираем события, которые происходят на них и влияют на движение, собственно, тех активов, которые составляют основу нашей каждодневной торговли. Но с большей замашкой, конечно же, на долгосрочные цели и ориентиры. Очень серьезная, перегруженная, я бы даже сказал, неделя по фундаментальным событиям явно у нас уже позади. Мы с вами пережили вместе с прочими спекулянтами заседания ФРС, заседания Европейского Центрального Банка. Мы теперь работаем с новыми вводными, которые в целом создают отличные условия для дальнейшего роста доллара. В отношении евро пока придерживаемся прежнего сценария, но звонки о том, что Европейский Центральный Банк все же начал серьезно пересматривать программу количественного смягчения, да и в целом те экономические стимулы, которые действуют, они уже развенели. Мы по евро сегодня, безусловно, поговорим. Забегая вперед, хочу отметить то, что пока что новостная картина располагает с сохранением прежнего сценария. Это короткие сделки, продажи, как минимум с тестированием поддержки 1.15. Но у нас с вами есть возможность держать руку на пульсе, мы вместе оцениваем фундамент. Если что-то случится, что-то из-за чего мы могли бы сейчас отказаться от коротких позиций, я вам об этом дам знать. Соответственно, единственный фактор, который мог бы сейчас снова привить больше интерес к покупкам евро, это усиление геополитической напряженности, потому что в такой обстановке, как вы прекрасно знаете, очень активно растут защитные активы, они оказывают давление на доллар, а слабость доллара приводит к локальному интересу, к риску. Пока что у нас геополитический фон относительно спокойный. У нас есть одно новостное событие, за которое немножко боязно. Это событие, которое датируется, опять же, концом прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп принял решение вести импортные пошлины. В отношении Китая на общий перечень наименований товаров 50 миллиардов долларов. Соответственно, Пекин уже дал понять, что просто так, без ответа эти меры не останутся. Соответственно, если речь пойдет об ответных действиях сопоставимого масштаба, то Китай также может ввести в отношении Штатов уже тоже ограничения импорта на сопоставимые цифры. Мы помним также и позицию Трампа, которую он озвучил следом, после того, как было принято решение о новых пошлинах. Если Китай все же попробует огрызаться, то, соответственно, США будут вводить новые и новые пошлины. Да, я соглашусь с тем, что это явное усиление неопределенности, которое как минимум касается вопросов внешней торговли. И, возможно, несколько месяцев назад мы бы тут же использовали этот фундамент для того, чтобы навалиться на покупки защитных активов и поставить на паузу идею, которую предполагает Росдоллар. Сейчас, друзья, это уже не так, потому что тема с торговым противостоянием, где инициатором все выступает США, эта тема уже отчасти избита. И каких-либо новых, я думаю, событий, изменений в этом фоне не произошло. Мы помним встречу Большой Семерки, это, можно сказать, чуть больше недели назад. И уже тогда стало ясно, что США будут проводить политику вот этого протекционизма, поскольку именно на такие выводы напрашивались те заявления, которые мы слышали от представителей, собственно, американской стороны, и в частности Трамп, дал понять, что он всерьез нацелен положить конец вот этой несправедливости, которая сейчас имеет место быть в отношении бедной американской экономики со стороны других, поскольку только Штаты, по его мнению, проигрывают во всех этих партнерских соглашениях, недополучая десятки миллиардов долларов, а кто-то получает сверх экстра прибыли, такие страны, как Канада, Мексика и так далее. Мы будем следить, безусловно, за тем, как будут обстоять дела с торговым и переговорческим процессом, но я думаю, что еще встреча Большой Семерки дала нам понять, что Трамп будет верен прежней позиции, мы с этой позицией уже знакомы, она не нова, да и рынок в целом довольно сдержанно отреагировал на пятничные заявления, собственно, Штатов по поводу новых пакетов импортных пошлин в отношении Китая. Поэтому фон остается прежним, без новых вводных, без дополнительных сообщений. Я думаю, что у нас не будет причин, чтобы сейчас сломя голову бросаться в защитные активы. И я бы здесь даже снова сделал акцент и ставку не то, чтобы на благоразумие США, а на такой экономический прагматизм, который точно характерен для Китая. И они не перейдут вот эту тонкую грань, которая может заставить Трампа пойти на ненужные, но импульсивные решения. Китай в этом плане, собственно, больше знаком с искусством ведения переговоров. Поэтому, да, мы знаем, что есть вот этот риск. Но этот риск, я бы даже взял в кавычки, будем надеяться, что он не разрастется в нечто большее, из-за чего мы снова откажемся от идеи покупки доллара. Будем надеяться, что у нас, как и раньше, будет возможность работать с фундаментом, который сейчас, ну, как нельзя лучше складывается для нас. Мы проводим недели за неделю прибыльные сделки в долгосрочных ориентирах. Мы вообще близки уже к многим, скажем, таким же долгосрочным профитным ориентирам. И я думаю, что при неизменности текущих трендов мы их обязательно, собственно, достигнем. И если мы сделаем, опять же, по доллару, иене, по евро, доллару, по австралийцу, по фунту, те цели, которых мы придерживались, то первое полугодие 2018 года будет крайне результативным. Друзья, вы наверняка это уже сами могли заметить в том, что сейчас развивается на финансовых рынках. Ну, давайте чуть подробнее. Я, пожалуй, сейчас, скажем так, галопом пробегусь по основным инструментам. Мы будем возвращаться в более детализированные картинки, к ним уже в ходе дальнейших торговых сессий, уже в подстать, опять же, и по мере выхода статистики, на которую обращаем внимание. Ну, в целом, по нефтянке у нас разворот, у нас развитие нисходящей динамики, у нас коррекция, снижение довольно неплохое. Импульс напрашивается как характеристика того, что происходит сейчас. Коррекция нефти нам была нужна, потому что коррекция – это старт зарождения нового тренда, в данном случае нисходящего. Я даже с точки зрения техники сейчас вижу, как минимум уровень, к которому может добраться бренд – это 71 доллар за баррель. При этом причина, по которой мы по-прежнему продаем нефть, мы ждем заседания ОПЕК. Оно стартует уже в четверг, но итоги будут подведены в пятницу. Поэтому более крутого фундамента для нефтянки сейчас просто нет. Когда-то мы начали готовиться к этому событию. Вы помните, до него было много месяцев. Сейчас это событие, которое уже совсем скоро. До него рукой под пятницу нефть уверен на этой неделе будет возможным самым динамичным инструментом. Но самое главное, чтобы за всеми вот этими рыночными колебаниями все равно был выдержан вот этот ориентир, который предполагает снижение этого актива минимум в поддержке 70 долларов за баррель. Почему мы продаем нефть? Да потому что у нас вся прошлая неделя была явным доказательством того, что решение о пересмотре текущего соглашения действий на политического пакта, оно уже назрело. И без него уже не обойтись. В принципе, я не буду, наверное, даже повторять, с какими данными мы работали. Вы помните прогнозы в Wall Street. Вы помните данные интерфакса по тому, сколько нефти добывается. Мы с вами также еще анализировали прогнозы от Международного энергетического агентства и констатации того, что сейчас происходит по объему добычи. Тоже самый доклад представила сама ближневосточная организация ОПЕК, где четко прослеживался рост нефтедобычи. Потому что без этого роста уже фактически не обойтись. Этот рост оправдывается тем, что сейчас на рынке глобальном энергетическом есть регионы, где производство очень сильно просело. И самый, наверное, важный здесь территориальный такой субъект – это Венесуэла, где производство нефти упало больше, чем на три, друзья. Порядка, по-моему, на 600-650 тысяч баррелей. Производство нефти снижается и в Иране. Правда, не такими темпами, как отмечали и прогнозировали многие. Но все равно есть определенные показатели этого спада. Они связаны с тем, что очень многие компании, которые работают на иранском рынке, попросту испугались США. Потому что Соединенные Штаты Америки вводят санкции против Ирана. И, соответственно, те, скажем, компании, которые осуществляют свою деятельность на локальном иранском рынке по нефтянке, они как бы косвенно тоже подпадают под эти санкции. И тоже, если, скажем, некоторые из этих компаний будут противиться решению, то, соответственно, Соединенные Штаты Америки, как это уже было неоднократно продемонстрировано и доказано, могут ввести какие-то отдельные, локальные, точные ограничения в адрес этих компаний. И многие компании испугались, даже несмотря на резолюцию, которая предполагает и защиту этих компаний, это резолюция ЕС от финансово-экономических санкций. Но все прекрасно понимают, кто сейчас направит всем этим баллом и кто является ведомым из регионов. И против Штатов никто не хочет идти. Ну, здесь, наверное, не суть важна, друзья. Я специально подчеркнул этот новостной фон в плане значимости. Почему? Потому что очень легко сейчас оправдать необходимость увеличения нефтедобычи. И действительно, то, что количество производимой нефти очень сильно снизилось, это причина, по которой нефти нужно больше добываться. Есть еще другой фактор, которым можно объяснить, почему представители ОПЕК будут увеличивать производство, собственно, так же, как и Россия. Потому что очень сильно выросла добыча нефти в США. И вы помните, в конце прошлой недели мы с вами касались цифры, что производство нефти должно быть увеличено примерно на 1 миллион. Но, судя по последним данным, особенно после того, как мы в минувшую среду получили отчет по тому, сколько нефти добывается в США, вы помните, 10,9 миллиона баррелей в сутки, фактически они догнали Россию. Конечно же, сейчас нужно повышать добычу еще существеннее, потому что рост производства нефти в Штатах практически уже полностью компенсировал то снижение, которое взяли на себя участники этого энергетического пакта в связи с соглашением, которое вступило в силу еще в конце 2016 года. Производство нефти нужно увеличивать, я думаю, больше, чем на 1,5 миллиона, и все эти цифры будут обсуждаться уже в текущую пятницу. Поэтому, в лучшем случае, мы получим два хороших сигнала, почему нефть обречена на снижение. Это то, что сделку не продлят после 2018 года. Раз аргумент, и второй аргумент, то, что текущие договоренности будут пересмотрены и для Саудовской Аравии, и России будут утверждены новые квоты по добыче примерно на 100-200 тысяч баррелей больше, чем сейчас. Поэтому я настраиваюсь на то, что неделя, да, будет волатильной, но в конце концов, рынок определится с направлением, и все же доберется до вот этой поддержки в 70 долларов за баррель. Рубль 63.12, рубль будет дальше падать, ждем 65, не останавливаемся дальше на этом инструменте, потому что ничего не меняется, двигаемся к другим активам. Доллар японская, иена. Сразу хочу предложить вам сделку 110.20, это байлимит. Думаю, что уровень довольно классный, можете даже посмотреть по трендовой динамике, и если кто-то из вас делает большую ставку на технику, думаю, что вы со мной согласитесь, что уровень подходящий. По фундаменту я рассматриваю доллар и японскую иену. В целом, в отношении прежних сделок, и для долгосрочных инвесторов только покупки, и ждем пару гораздо выше. Вводные на прошлой неделе стали более располагающими к интересу к доллару, потому что США, да, немножечко подпортили настроение вот этим неожиданным, ну и не таким уж неожиданным, собственно, решением о вводе импортных пошлин в воду из Китая, но все же они смогли договориться с Северной Кореей. Это хорошо, потому что, на мой взгляд, та конфронтация, которая развивалась между штатами Северной Кореи, она была более болезненна для рынка, да и в целом стоило, только вы помните, появятся новости об очередном пуске испытаний баллистических ракет, как все японская валюта показывает неудержанное укрепление, и не важно даже, сколько раз за неделю мы получали эти сообщения, реакция была однообразной, ну и в принципе логичной. Сейчас рынок фактически может выдохнуть, потому что США и Северная Корея, ну пока что договорились. Да, речь идет о соглашении, там, вы помните, декларацию даже подписали о достигнутом прогрессии о денуклеаризации корейского полуострова, это хорошо. Статистика у нас создала хорошие условия для решительности ФРС по процентным ставкам, потому что по инфляции мы вышли вместе с теми, кто следит за статистикой по штатам и по данным по инфляции, с левом уровню свыше 2% уже, уверен, что инфляция будет как минимум сохранена на текущих уровнях, поэтому и ФРС не раздумывая поднял процентные ставки до 2%. Важно, чтобы мы получили сигнал о том, что ставки будут повышаться. Дальше об этом сказал сам Джером Пау. Мы теперь ждем с вами сентябрьское заседание. Казалось бы, тоже оно совсем не скоро, но время неумолимо движется вперед и весьма быстросечное. Мы когда-то также ждали заседание ОПЕК, сейчас оно уже совсем скоро. Также не успеете глазом морнуть, друзья, как наступит заседание ФРС в сентябре, мы будем тоже лицезреть такое же решение о росте процентных ставок. Потенциал для роста сохраняется, я не вижу причин, по которым мы должны продавать доллар, поэтому если у вас устраивает такая фундаментальная поддержка, можете ориентироваться на ту лотошку, которую я отметил. Евро против доллара. Лоу, кстати, который мы достигли на прошлой неделе, чуть-чуть не дотянул до нашей цели, там 1.15, лоу был 1.15.42. Что касается причин распродаж евро, признаю, что фонд был немножко неоднозначен, потому что мы говорили о слабой статистике, мы с вами говорили о рисках политического характера, то же самое Италия. Мы с вами говорили о том, что прогресс по инфляции не такой уж и прогресс, потому что в целом базируется лишь на экстремальном росте цен на нефть, а сейчас у нас нефтянка уже идет вниз, и, соответственно, конечно же, и инфляция по еврозоне вынуждена будет отступить. И в связи с этим я позволил себе предположить, что Европейский Центральный Банк не поднимет вопрос о пересмотре программы количественного смягчения. Однако Европейский Центральный Банк все же этот вопрос поднял. По итогам уже ставки, как вы помните, не изменили. Основная ставка 0%, по депозитам минус на 140%, программа количественного смягчения все же будет дальше сворачиваться. Но не сейчас, правда. До сентября нам будет действовать в текущих объемах, потом ее скатят до 15% и с потенциалом полностью выхода из программы к концу года. То есть 2018 год станет годом завершения программы количественного смягчения. И при этом я бы все же позволил себе тоже сделать предположение, что если обстановка с инфляцией изменится в худшую сторону для планов Европейского Центрального Банка, ну то есть инфляция все же снова откатит, то возможно и Европейский Центральный Банк ближе к концу года примет решение продлить, пусть и в минимальных объемах, там 15 миллиардов евро в месяце, эту программу уже после 2018 года. Ну об этом мы поговорим, я думаю, по мере, собственно, следующих заседаний ЦБ и в том случае, если инфляция действительно начнет снижаться. Но почему же все-таки евро просел? Да дело в том, что Европейский Центральный Банк в лице Драги отметили то, что повышение процентной ставки, которую тоже многие рассматривают в качестве неизбежного следующего шага за сворачиванием программы количественного смягчения, произойдет, но очень не скоро. Пока что предварительные прогнозы предполагают, что ставки будут меняться не раньше середины 2019 года. Но думаю, что планы все же изменятся, сроки будут отодвинуты. Поэтому мы в целом будем работать с частично мягкой экономической политикой. Но все равно ключевое слово здесь мягкая экономическая политика. И на фоне всех тех макроэкономических данных, которые я вам приводил в доказательства, все равно вывод напрашивается один. У евро нет причин для роста, потому что политика, как я уже отметил, мягкая. Доллар растет, кризис не разрешен. Еврозоны – это вообще сплошной политический риск, и неизвестно, какой регион следующий станет регионом во власти радикально настроенных политиков, так называемых евроскептиков. И что, в конце концов, к чему это приведет? Помимо, собственно, тех водных, которые я отметил, почему евро может снижаться, я же также еще порекомендовал вам последить за тем, что происходит с долговым немецким рынком. Если вас интересует новостной фон, вас интересуют такие основополагающие активы, которые влияют на курсы валюты, потому что это активы, которые отвечают за трансграничное движение капиталов. Но это облигации европейские, сравните их с американскими, вы тоже поймете, что нет причин для, собственно, укрепления евро. И еще один аргумент, пожалуй, те данные, которые мы разбирали с вами на прошлой неделе по промышленному производству, они доказали нам то, что промышленники сейчас в весьма печальном настроении, и меньше всего, что им нужно, конечно же, учитывая потери показателей экспорт – это дорогая валюта. Но вы наверняка понимаете, с чем связана эта логика. Я думаю, что она абсолютно ясна и прозрачна. Поэтому по евро мы с вами как минимум ждем уровень 1.15. Я предлагаю использовать в качестве сделки рекомендацию отложку sell limit с отметки 1.1650. Доллар канадец. Мы движемся к цели 1.33. Да, будут откаты, потому что рост был чрезмерным за последние дни. Но после этих откатов все равно рынок будет обрещен на то, чтобы прокатиться еще выше. Связываю я потенциал этого роста с укреплением доллара, с протекционистской политикой США, которая фактически поставила крест на всех тех договоренностей, которые удалось достигнуть в ходе прошлых этапов переговоров по нафту. То есть канадская экономика тоже среди пострадавших сейчас. И переговоры будут все острее и острее. Плюс ко всему в пятницу важнейшие данные по инфляции, которые позволят нам уже закрыть глаза на переговоры по нафту и переключиться на более актуальную тему. Это перспектива повышения процентной ставки. По ожиданиям инфляция снова просядет. И для нас это будет еще один аргумент, в котором мы в принципе не нуждаемся, но для общей картины было бы неплохо еще получить сигнал для продаж канадского доллара. Это слабая инфляция, на фоне которой Банк Англии, точнее Банк Канады просто не осмелится пойти на повышение процентной ставки. Поэтому по доллару канадцу мы ждем 1.33. Фунт против доллара в двух словах, потому что очень много нам придется говорить об этой валюте на этой неделе, потому что в четверг заседание Банка Англии. Голосование, протоколы, пересмотр прогнозов и так далее. Соответственно мы ждем этот супер четверг. Мы сохраняем ожидание того, что британская валюта вырастет, потому что этот четверг может стать днем заседания, когда мы поймем, что среди 9 голосующих членов Банка Англии больше уже двух представителей склоняются в пользу того, что ставки нужно повышать. Даже если их будет 3, сейчас их 2, я уверен, что британская валюта будет вынуждена перезагрузиться по настроениям и трейдеры снова будут готовиться к каусскому заседанию, как к тому, в ходе которого Банка Англии поднимет процентные ставки. Почему ставки нужно повышать? Потому что вы сами прекрасно видели, насколько сейчас плачевная ситуация обстоит по динамике роста заработных плат и, собственно, показателе инфляции. Укрепление валюты это то, что могло бы сейчас решить проблему. Укрепить ее можно, изменяя процентные ставки. По золоту, друзья, хочу предложить вам сделку продаж с селлимит 1.1285 с целью 1250. Золото тоже отрабатывает так, как мы с вами и прогнозировали на фоне роста интереса к американцу, на фоне снижения геополитических рисков, на фоне восстановления инфляции. Кстати, вы наверняка знаете, что когда-то золото пользовалось спросом, поскольку он позволял защищать капиталы от чрезмерных инфляционных рисков. Сейчас, соответственно, инфляция, ну вы понимаете, на каких уровнях находится, и кто-то оправдывает среди долгосрочных инвесторов потерю интереса к золоту именно этим. По дальнейшей динамике я не сомневаюсь, что у нас в ближайшее время развернется и разразится настоящий нисходящий тренд, потому что, не сомневаюсь в том, что в ближайшие недели, месяцы доллар будет котироваться гораздо больше и выше. Соответственно, американская валюта оказывает самое прямое давление на котировки многоценных металлов. Друзья, собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой недели. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда в прямом эфире через Перископ. Всего доброго. До свидания.